Итак, помните, помните, что мы должны проверять сидение субов. У нас получается здесь фаза не очень-то расходится. Попробуем применить небольшую задержку, чтобы сдвинуть эту зеленую линию, чтобы сдвинуть эту зеленую линию, которую вы воздали, но давайте поговорим о какой-то интересной мере. Если я передвину наш микрофон, в другое положение. Как вы видите, вот здесь зеленая линия, я могу передвигать микрофон, и зеленая линия у нас придет в фазу. Вот здесь, в этой точке, система у нас в фазе. Если я буду приближаться к сцене, система у нас будет расфазироваться. Так что очень важно выбрать положение для сведения по времени. Возможно, думая о презентации назад, в основном люди будут проходить в таз. Возможно, точка сведения надо будет сдвинуть немного назад. Но прежде, чем мы это сделаем... Давайте немножечко задержим суп, чтобы свести его в этой точке. Два секунды. Два секунды. Попробуй, где я не секунду. Войпас. Войпас. Возможно, немного после. Попробуй. Попробуй, в четыре. Мы свели фазу по 50 герфей. Давайте сохраним. Здесь мы превосходно в фазе от 30 до 50, а дальше от 60, система у нас выходит из вас. Но, как вы видите, вот в этой зоне, в отличие от плюс 16, играет он в минус 9 дБ. Возможно, надо нам применить технику прослушивания для того, чтобы принять верные решения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Давайте попробуем найти её. По-моему, это вот она. Это одинаково, да? Это очень понятно. И в данном случае это 54 герта. 54, let's come back in our Excel. Давайте вернёмся в Excel. Calculator поведения, товарищ Холл. И посмотрим, какая стоящая волна в зависимости от размеров нашего помещения. Давайте в этом направлении посмотрим. Да, 57. We have matched a 57 in this direction, but, excuse me, probably, there is wrong dimension. What are the exact dimensions of the venue? А какое точное размеры помещения? 23 and 15. 23? 23 and 15. In this direction? 33. 23. But, no. 23 is to the, to the, to the, to that wall. To the wall. To the wall. Because, if it's 23 from, from here, I don't care. No, I must know the... No, I must know the... No, I must know the... 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 Measure from the... And this... And this... And this... And this... You have not the... The measure from... From the real part. But... But, anyway... But, anyway... No, it's more than 6 meters from here to that. It's more than 6 meters from here to that. But, anyway... With so big... With so big... With so big... Indoor venue. With so big... The... The standing wave... The standing wave... Around... 50 hertz are a lot. Now... Now... And, they are very close to each other. And, they are very close each other. They are very close to each other. So... It's better... By... Take a sign... Move a little bit of sign... And go right here. Better than... Take a sign... Move a little bit of sign... And go right here. So... Let... Take a sign... And fix the sign in the point... Where... For sure... We are around the right point... The right point... Найдем нужную нам точку. Потому что очень ясно, что это состоящий вам. Давайте попробуем 57. У меня ощущение, что надо немного на партии цепел поднять. Три 52. Что это? Лучше. Давайте быстрее. В данном случае мы можем сделать небольшую коррекцию. В АЧХ. Будьте осторожны, что вся система не только топ или субы. На все системы. Потому что эквализация по 50 герцам будет драматически влиять на фазу в этом значении. Если мы будем эквализировать только суб или только топ, совершенно точно мы уничтожим нашу работу. Гораздо лучше эквализировать сигнал до разделения. У нас останется фаза в том же значении, если мы будем эквализировать перед точкой раздела. Давайте немного уменьшим громкости и послушаем, что случилось. Мы поднимаем на фазу. В этом случае мы используем протоис. Мы используем протоис. Тут и это протоис. Я надеюсь, это теперь понятно, 51. Возможно, я немного решил проблему с стоячими волнами. Это лучше. Утро. А? 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 Давайте еще раз попробуем послушать первую песню. У-у-у-у-у-у-у... Продолжение следует... 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 Проблема... Попробуйте выключить одну сторону субов и использовать покаду, будет лучше. Я такое сейчас делаю. Вы спросите, что вы спросили, почему вы спросили для высокой ширины, почему вы спросили для высокой ширины, из-под поверхности, или не из-за экрана, потому что это тоже похоже на экране? Ну, потому что по низким частотам экран не отражает нифига. Потому что, чтобы остановить волны низкочастотные, у нас должна быть стена как минимум. Как минимум на расстоянии полметра. Эта штука будет отражать только середину и высокие частоты, но не низкие. Есть вопрос по задержкам нескольких фронтфилов. Есть вопрос по задержкам не только один, но и более чем один фронтфил. Да, мы задерживаем каждый фронтфил относительно главной системы. Или относительно друг друга. Или между друг другом. Зависит от положения их. До этого у нас был фронтфил в центре. Если мы положим фронтфил вот здесь. Соблюдайте в точности симметрию со вторым фронтфилом. И задержка будет той же самой. И задержка будет той же самой. Если больше. Если больше. Если больше. Если четыре или шесть. Мы должны сделать один раз. Мы должны сводить каждый. С главной системой. С главной системой. С главной системой. Или один между другими. Нет, нет, нет. С главной системой, конечно же. Обычно если у нас много фронтфилов. Фронтфил, который должен быть задержан. Как арка. Зависит, конечно же, еще от высоты системы. Потому что фронтфил, который в центре. Конечно же, дальше от основной системы, чем фронтфил вот этот вот. Но навсегда запомните, что у вас сведение по времени должно всегда выполняться в точке с максимальной интерференцией с максимальным источником. Обычно сведение по времени фронтфилов представляет себя как бы арку. Но в 90% ситуации, когда вы задержите один фронтфил, Добавил вас. Добавил вас. Срокин и речи. Добавил вас. Срокин и речи. Один фронтфил, который будет тоже самое время. В задержке они не будут сильно отличаться. Обычно. and can we move subs in this configuration under the stage is it a good solution or not yes you can but is it a good solution or not what happened is a good solution it depends from it depend by the material the stage is wood if the stage is in other material is unpredictable what happened because this is an armonic an armonic box the stage like a loudspeaker if you have any other choice you can put the soup under the stage but if they are out of the stage it is better if you have a fire configuration from more than two subs one behind each other should you delay the next sub to the second one or to the first one no 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 the reference is always the last one so the reference is always the last one if I have one sub here if I have one sub here this is my reference this is my reference so this will be delayed here so this is this will be this will be the sub with the higher level of delay this will be delayed here and so on if I put the sub here I must relay this sub to my position with the last sub and the benefit of this is that each box is a different distance and cause a different frequency cancellation and so more box we have more frequency we will cancel in the back чем больше у нас будет субов тем больше частот мы с задней стороны будем вычитать but we will never reach the cancellation of the gradient configuration that is the best configuration possible to open about no of course the girl figure out the gradient we for good for good and the gradient with a lot of fire and fire sub you can cancel more than one frequency but you can and you can cancel more than 2 frequency but we will never reach the following Никогда не сможем достичь такого уровня вычитания частот сзади, как в конфигурации Gradient 3 конфигурации Fire. К рупорным сабвуферам все эти постановки применимы. What about the horn subwoofers? What about? Horn type subwoofers. The behavior is exactly the same. И тоже самое поведение будет. Because of the length of the sound wave. Зависит всего только от длины волны. Говорят, что ссылка не работает. Не работает. Да, вот. А, вот работает. У тебя кому нельзя? Ладно. Еще вопросы. Я соберу все файлы у него, если у кого-то не работает ссылка, разошлю потом. Часть измерительных микрофонов, поставляемых на рынок, имеют разъем с обратной полярностью. Знаем уже, да? То есть второй и третий... Some of the test mics have inverted polarity out. Like Rachel Acoustics mics, for example. I don't understand the first part of the question. So some test mics, measurement mics, has reversed polarity out. Многие инженеры, системные инженеры используют переходники для этого. And some engineers use inverters of the face for the measurement mics. Вопрос на какие из измерений, которые мы рассматривали, полярность микрофона имеет значение, и какого рода ошибки можно получить, если пользоваться... The question is, what measurements are affected by reversing polarity of the mic, and... To be honest, I... I never... I never... I never... I never worked in that... Because... The... The... Your reference is the face of the system. So... agre- look, if you have a mic with a... It will be in where the face of the sentence, and also with the sub, so the reference is the same. I never... It's the first time that I heard something like this, but... Но для временного сведения никакой вообще разницы, абсолютно плевать. Вот этот вопрос. Если у человека есть набор техники, акции и некие параметры зала, можно ли обратиться за консультацией? Если у нас есть какие-то РЦФ продукты и какие-то параметры, мы можем задраться к вам, чтобы калкуровать? Конечно, ко мне или к Федерико. Вся команда РЦФ естественно готова помогать советами, консультаций, расчетами. Пишите мне на почту по техническим проблемам. Можете писать варис, мы переведем, собственно, все сложные запросы, точно так мы и решаем. Можете писать по-русски варис, мы переведем, и технические специалисты РЦФ обязательно помогут все это дело решить, посчитать, проконсультировать. Где найти акустический центр сабвуферов в характеристиках есть? Где можно найти акустический центр сабвуфера? Чтобы произвести измерение? Да. Лучший способ это от фронта до фронта, или от влазницы, собственно. Ну, на самом деле, конечно, акустический центр сабвуфера является тем местом, где находится у нас катушка. Но мне надлевает, удобнее это мерить спереди, конечно, передней части. Так же просто мерить удобнее, потому что я же не вижу катушки. Что насчет конфигурации, когда несколько сабвуферов друг на другом, и один развернут на 180 градусов? Что касается конфигурации, когда много сабвуферов находятся на 1, и один развернут. Три конфигурации? Это кардиоидная конфигурация? Это кардиоидная конфигурация. Но вот развернутый должен быть с разворотом фазы и немного задержан в отношении к тем, которые будут вперед. Нормальный производитель обычно прошивает эти пресеты. С кнопочкой, которая как раз у нас разворачивает фазу и накладывает задержку, и таким образом мы как раз сводим по времени катушки. Потому что если катушка у нас вот здесь, уже развернутого супа она будет вот где-то здесь. И я должен задержать их вот на это расстояние. Которые меньше подлинной супа. Иногда мы используем центр клустер. Центр клустер. Да. Обычно его считают точно так же, и у него такое же поведение, как у основной системы лево-право. Или в некоторых случаях он уходит вперед по отношению лево-право. Приблизительно соблюдая положение виртуального круга, виртуальной окружности. Это зависит от зала всегда. Да, уже все кричат по пиву. Маньяки. Спор между любителями пива и аудиоманьяками выигрывают любители пива. Поскольку я отношусь ко вторым. Давайте поблагодарим Лючо. Спасибо большое. На самом деле, сама компания РТЭП очень рада этому успешному ивенту. Такое большое количество интересующих людей в зале. И на первый день, и на второй. В общем, это здорово. Очень приятно им, очень приятно нам. Последнее, на чем я хочу заострить ваше внимание. Смотрите и этот семинар с использованием. И те семинары РТЭП Академии, которые у нас проходили в Москве в ноябре. Выложены на ютубе на канале arispro.ru. Найдите, подпишитесь. Мы туда выкладываем много всяких разных полезных штук. Итак, семинар является закрытым. Лючо, в принципе, доступен. Еще какое-то время для частных консультаций и мучений. Саше Аделекову давайте отдельные аплодисменты. Героический чувак. Саша, ты это сделал. Я выдержал это, да? Ты это выдержал, ты это сделал. Мы тебя попросим еще полчасика побыть рядом с Лючо, если кто-то захочет. А как же пиво, да, река? Значит, технические консультации переносятся в пивную. Значит, через магазин. Да, или так, в принципе. Зачем тебе куда-то ходить? Конечно. Ну все, ребят, мы закончили. Завтра в 10 ждем всех на общей программе конференции. Ура, товарищи!